В Санкт-Петербурге в день памяти представления и второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского состоялось архиерейское богослужение. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в храме, посвященном святому на Серафимовском кладбище. Подробности далее. Серафимовский храм в северной столице был построен в начале прошлого века. Он готовится встретить свой 120-й день рождения. На сегодня это один из немногих сохранившихся образцов деревянного храмового зодчества в Санкт-Петербурге. Закрывался храм только с января по апрель 1942-го, когда здесь складывали тела умерших от голода ленинградцев. В наше время это одна из духовных точек опоры для жителей города на Неве. Богослужения здесь по-особенному молитвенны и проникновенны. В престольный праздник память представления преподобного батюшки Серафима здесь служит правящий архиерей. Его воскопреосвященство сослужили секретарь епархиального управления протерей Сергий Куксевич, настоятель протерей Аристархи Егошкин с клиром и ей Павел Ермошкин и другие священнослужители. Звучат слова Евангелия. Блаженни, нищий духом, яко ваше есть царствие Божие, Блаженни, алчущие ныне, яко насытитесья, Блаженни, плачущие ныне, яко вас смеетесья, Блаженни будете, ягда возненавидят вас человецы, И ягда разлучат вы, и поносят, и пронесут имя ваше, Яко зло сына человеческого ради. Преподобный Серафим Саровский – один из наиболее почитаемых монахов в истории нашей Церкви. Митрополит в своей проповеди напомнил, что только духовным трудом старец достиг святости. С юных лет, видя несовершенство земной жизни, подвижник выбрал для себя путь со Христом. Любовь к Христову. И действительно, эту любовь к Христову преподобный получил в изобилии. И эту любовь им потом делился с каждым приходящим. Поэтому нам есть начать с вами трудиться. Конечно, вот и пришли мы в храм, может, уйдем, кажется, нам ничего не получили. Нет, получили. Это большое приобретение, чтобы пришли в храм. И это уже, конечно, много. А могли бы и больше получить, если правильно молились бы, правильно умели бы к Богу обращаться. Ну, уж, как есть, как есть у нас Серафимовского правила, мы с вами не тянем, но хотя бы кратко что-то от него должны мы с вами брать. И учиться на примере его жизни, как нам правильно стяжать благодать Святого Духа. Поэтому мы сегодня просим Преодного Серафима, нашего покровителя, нашего молитвенника перед Богом, чтобы он помог нам усвоить все вот требования духовной жизни и проводить, конечно, духовную жизнь по тому, как учили нас святые отцы. В завершении молитвенной встречи архиерей подарил храму имениннику икону преподобного Серафима Саровского, наградил благотворителя Александра Скрыдлова медалью апостола Петра I степени, а также грамотами митрополита отмечены жители блокадного Ленинграда, прихожане Серафимовского храма.